Дорогие друзья, всем привет! С вами канал Quest Voyage, Наталья Андрей. Сейчас мы находимся в отеле Movenpick Charm. Предлагаю посмотреть обзор этого отеля. Популярный отель по отзывам, с хорошими оценками. Решили протестировать его на себе и показать вам. Покажем всю инфраструктуру, территорию отеля. Покажем 5 пляжей отеля. Также походный мир. Походный мир делаем отдельный выпуск, потому что очень много красоты в этом отеле. Обзор питания сделаем, обзор номера. Будьте с нами, не переключайтесь, впереди много интересного. Подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить выпуски. Вызвали такси, кому нужно, обращайтесь всегда, пожалуйста. Это часть города очень аккуратная. Все ухоженно, нигде на обочинах мусора я не наблюдаю. Проехали только что старый город, едем к своему отелю. Приятная очень дорога, так и не сказали, что в Египте бывают такие, знаете, заброшенные участки. Здесь все очень-таки достойно. Тоже со стороны уже так немножко старенько выглядят многие отели, потому что бывает отелям уже более 15 лет. Практически все отели уже пережили около двух реноваций, обновлений. Сейчас приедем в Мувен, так вот как раз вывеска наша. Подъезжаем уже. Очень интересно посмотреть этот отель, потому что очень его хвалят. Смотрите, при въезде какая аллея, красивая, пальмовая. На возвышенности стоит лишь. Да, судя по всему, отель находится на возвышенности. И тоже будут открываться очень красивые обзорные панорамные виды. Будьте с нами, не переключайтесь. Кто еще не подписан, подписывайтесь с колокольчиком. Впереди много интересного. Подъезжаем уже к главному входу. Я в предвкушении уже нового обзора отеля. Мувенпик. Еще одна проходная, да? Да, очень хорошо. У них все охраняется. Смотрите, уже вторая проходная здесь. Молодцы. За безопасностью здесь следят. Молодцы. Все проверяют. Камера здесь стоит. Сумки проверили со специальным устройством. После этого пропустили нас. Такси всегда мы заказываем через Вайбер. Кому нужна будет информация, обращайтесь. Всегда подскажем. И поможем вызвать. Потому что с ресепшена в основном дороже всегда получается. А ловить на дороге. Бывают разные ситуации. Неадекватные возникают. Поэтому уже проверенный номер всегда пользуемся. И вызываем самостоятельно. Но видите, хорошие машины всегда приезжают комфортно. Тойоты с кожаным салоном. Да, Тойоты с кожаным салоном приезжают. Поэтому едем в комфорте всегда. Обращайтесь. Ребята, сервис отличный. Чемоданчики нам помогают везти. Все получилось очень оперативно. Как в Refoasage Beach. Нет, в Refoasage Beach была по-другому хуже. Очень довольны. Мы отдали всегда на море. Класс. Мы в предвкушении. Давайте, ждите обзорчики. Я думаю, отель будет классный. Подходим к номеру. Сейчас сразу сделаю обзорчик. Итак, друзья, добро пожаловать в Mvendik Charm. Обзор нашего номера. С вами канал Quest Voyage. Наталья Андрей. Поехали. Хочу, чтобы первое впечатление мое было также первым впечатлением и вашим. Вот, Андрюша. Нравится. Нравится, да? Ну, давайте рассмотрим номер поподробнее. Давай, давай. Стой тут, а то там жарко. Смотрите, двухспальная кровать. И что меня обрадовало, здесь есть какая-то атмосферность в номере. Очень много декора из дерева. Посмотрите, быльца, изголовье из дерева. Стул. Посмотрите, какая резная часть на окне. Вот все сделано из дерева. Очень красиво, очень атмосферно. Есть тумбочки. Смотрите, есть много ящичков. Очень удобно. Я люблю, когда достаточно места, чтобы можно было расположить все вещи и ничего не лежало на виду. Давайте сейчас покажу еще с этой стороны. Есть еще также диванчик, где можно расслабиться с чашечкой чая или кофе. Посмотрите, какой вид из номера открывается через такое небольшое миниатюрное, но очень уютное окошко. С первого взгляда для меня не было ассоциации этого номера с Египтом, потому что нигде я такого еще не встречала. Посмотрите, деревянный тоже шкаф, кондиционер вверху стоит максимально выше, чтобы не дуть на постель. Давайте сейчас посмотрим, сколько отделений в шкафу. Люблю, когда есть куда что сложить. Это как раз тот вариант. Посмотрите, сколько ящичков тоже основное отделение здесь есть. Кстати, да, вот когда открываешь шкаф, запах дерева. Вот не свежего дерева, а такого, знаете, добротного. То есть, настоящее натуральное дерево. Это очень приятно, когда в отделке присутствуют натуральные материалы. Виды просто невероятные. Посмотрите, какой штиль сейчас. Очень классно. И всегда слышно пение птиц. Очень-очень атмосферно. Итак, давайте сейчас посмотрим еще чайный набор. Посмотрите, сколько здесь кофе дали, чай. Все есть, чашечки. Также мини-бар есть, чипсы. Я там уже посмотрела, когда заходила. Чипсы, орешки. Давайте сейчас еще в холодильничек заглянем. Так, холодильник тоже дополнен. Посмотрите, еще будем уточнять за отдельную плату. Или можно первый раз все скушать. Это мы немножечко запаслись едой с репуазисом. Потому что пока что взяли только завтраком этот отель. Хотели его разведать. Давайте сейчас посмотрим ванную комнату. Я очень люблю, когда приезжаешь в отель и в нем нравится ванная комната, нравится интерьер, нравится ремонт. Когда есть ощущение, что такой ремонт хочется, чтобы был у тебя дома. Вот значит, тогда все классно. Посмотрите, как красиво смотрится натуральный мрамор. Одинаковая плитка на полу и на стенах. Немножечко видео не передает эту атмосферность. Здесь правда очень красиво инсталляция. Видно, что была реновация сделана. Все здесь тоже из мрамора. Смотрите, стекло, все обновили. Какая хорошая аллейка на свету. Да, сейчас покажу, какая аллейка здесь. Смотрите, можно стоять, расслабляться. Водичка и холодная, и горячая есть. Не то, что в репуазисе. А почему стоять? Вот можно и посидеть. По косметике здесь также полный набор. Есть и лосьон, есть и гель для душа, мыло, шампунь. Все есть. Фен в номере рабочий. Я уже проверила. Да, но это правда смотровая площадочка. Просто посмотрите, какая красота. Да, я думаю, вечером здесь тоже будут очень красивые виды на ночной город. Замечательно. Что мне нравится? Здесь тихо, здесь спокойно, ухожено. На террасе есть два кресла со столиком. Друзья, небольшой рай. Мне здесь очень нравится. Правда, уютно, чистенько, все ухожено. Номер действительно классный, атмосферный и с изюминкой. Мы вышли из нашего номера. Вот карта у меня в руках. Сейчас будем двигаться по направлению к морю. Погнали! Здесь остался наш номер. Итак, идем по ступенечкам, посмотрим отель. И заодно посмотрим дорогу к морю. Все вот эти белые корпуса, которые находятся в левее, это также территория нашего отеля. Мы сейчас ходим по самому верхнему ярусу и хотим сейчас показать вам общий обзор. Люблю виды с высоты. И сейчас как раз мы вам все это и покажем. Смотрите, да, действительно, вот с той стороны мы приезжали. Посмотрите, как Андрей говорит, город на ладони. Посмотрите, какие красивые панорамные виды открываются. Людей мало. Весь отель на ладони. Да, действительно, такие корпуса, знаете, чем-то напоминают, как соты белоснежные корпуса на фоне голубого неба. И отсюда видно краешек моря. Очень красиво. Сюда слышу анимацию. Это анимация нашего отеля. Смотрите, сколько газона здесь, сколько пальм. Пойдемте ниже и посмотрим территорию отеля. Очень люблю, когда первое ощущение отеля приятное. Каким образом создается первое впечатление отеля? Для меня это ресепшн. То, как вас встречают, то, с какими эмоциями вас встречают. Здесь встреча мне понравилась. Кстати говоря, встречал нас русскоязычный парень. Все было очень приятно, вежливо. Все было очень быстро. Нас сразу заселили. Итак, сейчас мы идем по ступенечкам к морю. Хотим сразу посмотреть береговую линию и, соответственно, показать ее вам. Пока мы продолжаем двигаться по ступенькам, по направлению к морю. Вот у нас морюшка уже поближе. С каждым понижением яруса открываются более интересные виды. Когда смотришь на территорию отеля с высоты, очень красиво. Но отель кажется достаточно маленьким. Чем ближе подходишь к морю, тем более закрытым становится пространство. И кажется, что оно очень большое. Мы уже спустились ниже. Посмотрите, как отсюда выглядит эффектно территория. Давайте пройдем дальше и посмотрим все по ходу. Я еще тоже здесь ни разу не гуляла. Мы все смотрим и разведываем вместе с вами. Что уже обратила внимание? Посмотрите расположение корпусов. Со всех корпусов видно море. Это неимоверный плюс, когда вы приезжаете на море, и у вас действительно есть красивый вид. Когда вы смотрите не в стену какого-то здания, а когда у вас вид на бассейн, на море, это действительно создает впечатление классного отдыха. Красивая, цветущая территория отеля. Она правда радует. Пойдемте дальше, ближе к морю. Сейчас мы находимся возле основного бассейна. Посмотрите, как тоже с первых этажей. Очень удачный выход. Прямо к бассейну. Утро можно проплыть, расслабиться. Мы направленно двигаемся в сторону пляжа. Сейчас обеденное время. Возле бассейна играет драйвовая музыка. Очень много шезлонгов. Все шезлонги также оснащены зонтиками. Поэтому спрятаться можно и в тени, если вы любите больше тень. Посмотрите еще отсюда обзор. Что могу отметить? Очень много свободных шезлонгов, свободных зонтиков. Поэтому место вы для себя всегда найдете. Очень красиво. Посмотрите, просто кайф. Вдохновляет это место с первых минут пребывания в нем. Мне очень нравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас первые эмоции от этого отеля. И что именно у вас вызывает восхищение в отелях, когда вы приезжаете. То есть, что для вас главное? Номер, красивая территория, ресепшн. Какие-то, может быть, особые нюансы. Напишите в комментариях. Мне будет приятно это знать. И, может быть, больше будем на этом акцентировать свое внимание. Что? Пять пляжей. Класс. Просто класс. Посмотрите, какой видос на бухты. Просто обалдеть. Зеленый райский отель, напоминающий соты. Классно. Посмотрите. Вот все корпуса. Пожалуйста. Вид на море в каждом номере. Просто кайф. Посмотрите, какой бар здесь уютный. Тоже деревянные элементы здесь присутствуют. Как и в оснащении номера. Сейчас залезем вот так повыше. Оп. Вот, смотрите, первый там дальше пошел. Песчаный заход. Дети у нас закрыли. Смотрите, песчаный заходик. Вот идет первый пляжик. Вот идет второй пляжик. До сюда. И с той стороны, я так понимаю, открывается уже другая часть пляжа. Никого нет, красота. Да уж. Да уж. Это во мне рифа. Да, ребята, это очень классно. Когда можно найти уединение на пляже, на территории. Посмотрите, небольшой пирс. Раз, и вы уже на глубине смотрите коралловый риф. Вот здесь он начинается. Видно, где вода, перепад тени идет. Посмотрите, какой замечательный песчаный берег. Песчаный заход. Вот люди как раз стоят. Видно. Детки играются в песке. Просто замечательно. Здесь реально ощущается запах моря. Да. Бриз этот. Это нет вот этих зданий. Этой жары, этой духоты. Здесь именно реально морской классный бриз. Смотрите, какой красивый бар. Сделанный тоже в деревянном стиле. Все с орнаментной такой визьбой. Очень красиво. Интересный нюанс. Мы приехали сюда с завтраками в наш первый день. И нам не дали браслет. Я обратил внимание, ни у кого нет защитов. Пойдем. Друзья, сейчас спустимся пониже. Посмотрим пляж. И покажем обзор вам. Будьте с нами, не переключайтесь. С вами канал Quest Voyage. Натали и Андрей. Отель атмосферный. Вот действительно здесь чувствуется прохлада, чувствуется бриз. Потому что нет накромождения бетонных стен, дорог. Здесь открытое море. Бриз, которого вас освежает. Все корпуса расположены как бы позади. Тем самым оставляя пространство для дыхания, для воздуха и для свежего воздуха. Вот так бы я сказала. Как с колясками, пожалуйста. Да, да, да. Пандусы. Или ступенечки. Ну да, есть, скажем так, моменты, когда нужно будет спуститься по ступенечкам. Это вообще не спустится. Ну да, это не так много. Вот здесь, на первом этаже вообще будет. Да, да, да. Если приезжаете с детками или если передвижение затруднено, просите первый этаж. Мы когда поселялись, нам сказали, что отель не сильно заполнен, поэтому есть возможность и категорию номера улучшить, и немножечко поиграться с расположением номера, имеется в виду выбрать более подходящий для вас. Поэтому не стесняйтесь, всегда просите. Здесь очень доброжелательно относятся на ресепшене. Я думаю, всегда пойдут на уступки, чтобы туристу было хорошо, комфортно, чтобы все понравилось. Потому что, когда приезжаешь на отдых, не хочется, чтобы какие-то моменты раздражали или там... Да, да, да. Вот опять сбилась с мысли. Неважно, смотрите, классный бар, классный песчаный заходик, много свободных шезлонгов, много свободных зонтиков. Здесь не нужно приходить и занимать место с самого утра. Вы всегда для себя найдете место в любое время. Это очень-очень важно. Давайте пройдем дальше, посмотрим. Деревянные шезлонги, матрасы обновленные, полотенечки вижу чистые. Все мне очень нравится. Также на территории пляжа есть бар. Вот, пожалуйста, давайте сразу посмотрим, что в баре для себя можно взять. Прохладительные напитки, алкогольные, безалкогольные местного производства. Все входит в стоимость. Вашей путевочке все включено. Напитки местного производства, которые сейчас на экране, бесплатно по системе все включено. Андрей же расположился на пляже, идет первый заплыв. Классно, очень спокойно, очень тихо. Освежающий бриз, много свободного места, нет суеты, нет шума, все чисто, все убрано, шезлонги чистые, аккуратные, много свободных зонтиков. Что еще нужно? Сейчас подойдем, посмотрим песчаный заходик. Да, полюбуемся еще красивым видом, который находится левее. Там можно погулять, хотя висит предупреждение, что вход запрещен. Но я думаю, для красивых фотографий можно будет прогуляться. И никто вас не прогонит. Итак, давайте посмотрим морюшко. Песчаный заходик. Андрей пошел плавать, смотреть коралловый риф. Сейчас буду его догонять и будем снимать обзор красивейшего рифа. Мы прочитали в отзывах, риф здесь очень хвалят, поэтому смотрите все наши выпуски этом отеле, не переключайтесь. Впереди много интересного. Также покажем полный обзор завтрака, обеда и ужина. Расскажем наши ощущения, эмоции. Поделимся всей информацией, которая будет встречаться нам на пути в этом отеле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова